Не замыкаться в четырех стенах, преодолеть страх и вернуться к мирной жизни ветеранам СВО помогут занятия адаптивными видами спорта. В каком формате они будут проходить, обсудили руководитель местного филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Банникова и министр физической культуры и спорта Алексей Петухов. Это очень важно, чтобы мы включали ребят и в паралимпийский спорт, и вообще, чтобы они были активны, и оказать им полное содействие, чтобы они вернулись к общему образу жизни. Проведут и соревнования под адаптивным видом спорта. Первые состоятся в сентябре. У нас порядка месяца есть в запасе, как говорится. Может быть, не выйдут все военнослужащие, потому что сегодня Татьяна Александровна говорила, многие из них еще находятся в госпиталях на реабилитации. А те, кто сегодня уже здоровы, но по каким-то причинам не может ходить или видеть, поэтому всех мы ждем. Как раз-таки работа фонда на этом и будет консолидирована. Что касается занятий, они могут проходить в формате мастер-классов. Адаптироваться участникам СВО помогут курские паралимпийцы. Также на встрече обсудили помощь семьям военнослужащих. Например, для детей погибших бойцов выделят бесплатные места в спортивных секциях. Лариса Марковчина, Алексей Еременко. События дня.